Шаббат! Шалом, дорогие друзья! С вами Равин Каплан и мы читаем недельную главу Дворим. Еврейский народ собрался войти в Святую Землю. Они понимали, что для этого нужно сделать все необходимые приготовления. Они должны были выучить все предписания и законы, чтобы знать, что делать в стране Израиля. За несколько недель до самой смерти Машера Бейну они смогли повторить все законы вместе с ним, которые усвоили до этого момента. Более того, Маше произнес так называемое «Мусав Драша», то есть речь, в которой он говорил о народе. Для этого все евреи, весь еврейский народ были собраны вместе. Хотя многие не понимали всех аспектов Торы, которые Машера Бейну объяснял до этого момента. Но они понимали, что это Машера Бейну, и он должен был сказать им это сейчас. Народ нуждался в ясном предостережении. Жизнь в Израиле не была легкой. Им были необходимы указания от Машера, его рекомендации на будущее. Быть ответственным друг за друга было главное, что он сказал. Маша хотел быть уверенным, что еврейский народ не распадется на разные группы, потому что все евреи после выезда или выхода из Египта в Израиль несли ответственность друг за другом. Это чувство существует и до сих пор. Маше достиг уровня царя, который был никто другой. Он чувствовал все нужды, желания и недостатки своих подданных. Для этого необходимо вдохновение, чтобы он мог сопереживать каждому вопросу. Он понимал, в чем их сильные и слабые стороны. И все они уловили его слова, как будто они были сказаны специально для них. Только такой человек, как Машера Бейна, обладающий выдающимися взглядом с высоты птичьего полета, мог заставить всех почувствовать, что к ним обращаются. Сначала грехи еврейского народа не были показаны, однако позже стало ясно, что народ делал неправильно. Это может показаться противоречимым, но ответ очень прост. Евреи слишком хорошо понимали намеки Машера Бейна. На месте они сделали чеву раскаянию, они пришли к раскаянию, и грехи были, конечно же, прощены. Поэтому им больше не нужно было стыдиться своих поступков, которые можно было открыто обсуждать, чтобы достичь нового уровня религиозности. Когда человек делает чеву, он возвращается ко Всевышнему, даже намеренные грехи его превращаются в добрые дела. Это еще одна причина, по которой они могут быть упомянуты сейчас. Будьте здоровы, дорогие друзья. Шаббат шалом. Помните, что нам сказал Машера Бейну. Исполняйте законы. Шаббат шалом. Ваш Равин Каплан. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...